Прям сегодня тут еще очага не хватает. У нас сегодня супер домашнее видео, не знаю почему, но просто, наверное, потому что ковер ей повесила сзади. Сегодня, как вы уже догадались по теме этого видео, я сегодня поговорю с вами о самой насущной проблеме, мне кажется, в мире. Не только между мужчинами, но и женщинами. Почему я толстый, почему я не как все, почему, почему, почему. Почему. Есть одна простая истина, которую вы должны понять и написать у себя на лбу, и запомнить нам всю свою жизнь, и передать следующим поколениям. Это не ваша работа удовлетворять окружающих людей своим внешним видом. Вы не должны удовлетворять их тем, как вы выглядите, или сколько вы весите, какой ваш вес, какое ваше тело, толстое или худое. Вы должны удовлетворять их своими мозгами, тем, что вылетает из вашего рта, умными мыслями, добрыми поступками, большим сердцем. Вот чем. И как только вы поймете, что это не ваша работа удовлетворять людей своим внешним видом, то вам сразу станет проще жить, вы сразу почувствуете себя хорошо, физически и морально. Просто мне кажется, что это единственная истина, которая поможет вам продвинуться дальше в жизни. Не заботитесь о том, что думают о вас другие. Мне многие постоянно говорят, что, ой, Настя, ты такая пухленькая, у тебя такие щечки хорошенькие, такие ручки, такие ножки. И вы знаете, раньше я так переживала по этому поводу, потому что я думала, что если мне окружающие уже об этом говорят, то значит, наверное, реально мне стоит похудеть, и я реально, наверное, толстая. Но вы знаете что, впервые за пять лет своей жизни я чувствую себя отлично в своем теле, я благодарна за то тело, которое у меня есть. И даже если оно не идеальное, даже если у меня ноги не как кот-доги и руки не как у скелета, я все равно довольна тем, что я имею, и мне кажется, это самой большой части чувствовать себя идеально в своем теле, даже если ты на самом деле не идеален. Это уже стало такой реально широкой и популярной проблемой, что все могут быть к этому причастны, как мужчины, так и женщины, потому что постоянно везде можно услышать, я толстый, я тонкий, я не могу никак похудеть, у меня такие толстые ноги, у меня такие толстые руки, у меня такой ужасный живот. Если вы чувствуете себя плохо, когда вы поднимаетесь на девятый этаж, то вам действительно нужно заняться спортом, и вам нужно, наверное, скинуть лишний килограмм. Не потому что это просто некрасиво на вас смотрится, а потому что вам это, наверное, мешает, и вам тяжело от этого, и ваше здоровье страдает. Когда вы здоровы, и все с вами хорошо, и у вас просто есть такие округлости на теле, и они на самом деле здоровые, нормальные, ничего в этом плохого нет, то не нужно, пожалуйста, вдаваться в панику и непонятно, что с собой делать, сморить себя голодом, не пить воду, заниматься, как угорелый, 7 дней подряд, потому что это ничего не даст вам, кроме плохого настроения, срывов, и, может быть, даже в худшем случае депрессии. Поверьте мне, 90-е, 60-е, 90-е, это давно уже не то, что нужно сейчас в мире, в 21 веке. Сейчас гораздо больше ценится то, что у вас внутри, и то, что у вас в сердце, скажем, то, что у вас в мозгах, а не то, что какой у вас там, сколько у вас жира на ногах. И если вы думаете, что это не так, то, значит, скорее всего, вы общаетесь просто с людьми не в тех кругах, и, возможно, вам стоит перейти из одного клана общества в другое, и найти именно тех людей, с которыми вы будете чувствовать себя комфортно, и которые не будут вас обсуждать, и которые не будут говорить, что вы слишком толстый, слишком худой. Просто постарайтесь найти именно тех людей, с которыми вы чувствуете себя отлично. Однажды Дри Беремер сказала, что ее не волнует, как сформировано ее тело, и она не будет об этом думать, потому что все, что ей нужно, это то, чтобы ее конечности работали. И на самом деле это чистая правда, потому что, когда у нас работают руки, ноги, то мы можем двигаться, в буквальном смысле слова, мы можем что-то брать, отдавать, забирать, что-то делать, что-то нести, что-то достигать вообще. Мы можем достигать своих целей в самом буквальном смысле. И я считаю, что это самое главное, что может делать тело, и для чего тело вам дано, для того, чтобы вы двигались. А движение — это жизнь, поэтому вот истинная правда. Так что, пожалуйста, не позволяйте остальным людям говорить вам, как вы должны выглядеть, сколько вы должны иметь жира на своих ногах, на своих руках. Просто будьте добрым человеком, имейте доброе сердце, делайте добрые поступки, и тогда люди просто забудут о том, сколько вы весите. И сегодня я просто говорю о том, что есть разные люди, у которых есть быстрый метаболизм, медленный метаболизм, которые толстые, тонкие, высокие, низкие, худые, не худые. Просто, пожалуйста, почувствуйте себя хорошо в своем теле, будьте благодарны за вашу кожу, за ваш скелет, за ваши руки-ноги, за все ваше тело, за все ваши килограммы. Будьте за это благодарны, цените это, и тогда вам станет легче жить, вам станет гораздо лучше обитать своей кожей в своем теле. Если вы чувствуете, наоборот, что вам тяжело двигаться, что это реально уже какая-то наступает катастрофа, то тогда, может быть, вам стоит заняться спортом, вам стоит больше внимания на себя привлечь. Постарайтесь не общаться с теми людьми, которые вас осуждают, постарайтесь полюбить себя, потому что как только вы полюбите себя и свое тело, и то, что есть у вас, то вы сразу почувствуете себя счастливее, потому что нет ничего лучше, чем чувствовать себя идеальным в своем неидеальном теле. Просто живите в свое удовольствие, пожалуйста, совершайте добрые поступки, убедитесь, что то, что вы делаете каждый день, приносит какую-то пользу миру. Я не знаю, может быть, воду экономьте, не мойтесь так часто, не мойтесь так часто, в смысле, не принимайте ванну, а просто под душем. Вот, так что, пожалуйста, находите какие-то цели, которые будут отвлекать вас от вот этих дурацких мыслей, и соберите наконец свои мозги, и поймите, что ваша цифра на весах, она не определяет, кто вы. Это совсем другая история. Будьте добрыми, имейте большое сердце, делайте хорошие вещи, и общайтесь с правильными людьми, и это будет залог вашего успеха. Я надеюсь, что сегодня вам понравилось это видео, что вы очень хорошо себя чувствовали, смотря его с моим ковром, здесь теплым. И мы увидимся с вами в следующую субботу, пока я не начала говорить еще быстрее. Спасибо большое, что посмотрели, я очень сильно вас надеюсь за это, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok